Всем привет, с вами Иллинойс и я начинаю серию видео по Troll Face Quest. Игра у нас в жанре квест с необычными и такими нестандартными решениями, поставленные задачи. Эта серия игр троллит все, что видит, там и фильмы, и игры, и куча всего еще. Начнем мы эту серию с игры Game of Trolls. Здесь у нас игра, которая троллит сериал, как вы поняли, Игра Престолов. В эти игры я играю впервые, так что буду потихонечку с этим всем разбираться. Так, ну что, приступаем к игре. И у нас с вами первый уровень. Здесь у нас Король Ночи, перед ним лежат 4 белых ходока. Давайте нажмем сначала на них. Да, ну они как лежали, так и лежат, только вот испускают зловонный запах. И все, давайте тогда нажмем на Короля Ночи. Так, а ну-ка просыпайтесь, пойдемте на бой. Не хотят, да, они подниматься? Понятно. Так, что еще мы тут можем нажать? Здесь у нас стена ледяная. И все, да? Окей, так, а это что у нас тут такое торчит? Оу, это у нас будильник оказывается. Такое солнце появилось. Дальше. Ну давайте нажмем на ходоков. Мы же должны их разбудить. Ага, да, и все, мы их разбудили. И они проступили у нас к зарядке. Прикольно так. Так, и дальше что? Ага, все понятно. И у нас Король Ночи доволен. Так, у нас следующий уровень. Оу, и у нас с вами уровень второй. Как мы помним из сериала, здесь у нас Рэмси Болтон сидит за столом. Перед ним на тарелке лежит сосиска. И прикованный стоит у нас Теон Грейджой, которому кое-что Рэмси отрезал. Так, давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать с вами. Давайте, наверное, сейчас попробуем на Теона нажать. Так, но он только кричит, да? Вонючка. Так, ладно. Дальше. Давайте тогда на Рэмси нажмем. Так, и он начинает есть сосиску. Так, понятно, но здесь уровень не пройден. Это было бы очень даже легко. Понятно. Так, будем думать, куда можно здесь еще нажать. Может как-то надо Теона спасти. Да нет. На огонь мы нажать не можем. Ничего не происходит. Так, здесь у нас какой-то плакат висит. Так, а если... А, что я сделал такое? И мы на нашего Рэмси надели фартук и поварский колпак. Окей, дальше. И что дальше мы можем сделать? Ага, вон как мы добавили к сосиске гарнир. Помидорчики там, что там? Картошечка, зелень, соус. Наверное, горчичка. Так, дальше что мы сделать можем? Не, ну Рэмси уже никак не реагирует. Давайте на Теона нажмем. Аааа, вон как. Эй, Рэмси тут пошел кормить Теона. Понятно, почему Теон тут шумел. Просто он был голоден. А как говорится, ты не ты, когда голоден. Так, окей, ладно. Я думаю, мы, да, завершили этот уровень. И движемся к следующему. Так, это кто у нас такой? Ага. Если судить по руке, то это у нас... Джейми Ланастер. Так, и что мы тут можем сделать? Он сидит тут весь задумчивый такой. Наверное, думает, как захватить север. Ничего здесь не нажимается. Так, давайте на руку. Нет, так. Ага, о-о-о. Он начинает ковыряться в носу. И... Фу, это что такое? Так, понятно. Уровень не пройден. Так, окей. Есть. Так, давайте тогда нажмем на его другую руку. Так, он начинает также ковыряться в носу. Давайте посмотрим, что он там сможет наковырять. Что он там вытащит. О-о-о-о. У него там в носу что? Золотая шахта. И он тут вытащил из носа золотую соплю. Окей, ладно. Движемся дальше. Ага, да. Этот уровень мы с вами завершили. Окей. Так, мы видим с вами следующую сцену. Здесь у нас Бриана. Будет сейчас биться против медведя. Давно я сериал смотрел. Предыдущие сезоны. И этот момент я не помню. Ну окей, ладно. Так, что мы можем сделать? Ну давайте нажмем на этого медведя. Ого. У нас оказывается деревянный меч. Это оказывается, наверное, какой-то даже не медведь, а бобрый медведь. Он взял и наш меч сточил. Окей, ладно. Давайте дальше. Давайте нажмем на Бриану. Так, Бриана машет своим деревянным мечом. Но кого она может тут испугать своей этой огромной зубочисткой? И что еще мы тут можем понажимать? Ничего здесь не реагирует. Давайте попробуем так же, как и в предыдущей сцене. Нет, позапрошлой сцене провести немножко вот так вниз. Прикольно. Это что за балалайщик тут такой? Балалайщик выпал. Так, дальше что мы можем сделать? А, он вручил балалайка медведя. И что? А, и тут веселуха такая. Да, частушки, пляски и все такое. Отлично. И медведь у нас тут на балалайке вовсю играет. Прикольно. Так, ну да. Бриана там неплохо так выплясывала. Так, следующий уровень у нас. А я уже не помню эту сцену. Вот этого персонажа... Не могу даже вспомнить, как его зовут. Ладно, не буду даже вспоминать. Что мы здесь можем сделать? Так, нажмем сюда. Еще раз нажмем. Давайте еще разочек. Ага, вон как. Все. Я понял. Так, а если на тебя нажать? Ага, вот как. Обменялись они любезностями. Здесь, наверное, надо как-то... Определенную комбинацию подбирать. Или как? Ну, давай сейчас попробуем. Так, ну, например... Ну, здесь сколько может быть? Ну, много комбинаций. То есть, этот... Если делает два хода, на третий он уже... Ну, либо флаг достает один из них, либо другой улыбается. Так, ну, надо тогда комбинации, наверное, поподбирать какие-нибудь там. Например, так. Да нет. Ну, ладно, я сейчас... Посижу, подумаю. Все, все комбинации я перебрал. Ничего у меня не вышло. Я все здесь перетыкал. Не могу ничего придумать. Что надо тут сделать? Хе-хе-хе-хе. Ну, да. Наверное, стоит использовать подсказку. Давайте, наверное, воспользуюсь подсказочкой. Ну, просто уже не знаю, что и как. Так, использую подсказку. Окей. Ага, надо зажать пальцем сюда, да? А, вон оно как. Это что такое? Это что за... Монстр. Так. И дальше что нам делать? Что происходит вообще? Ага, вон как, да? И мы убиваем этого героя. Не помню, как его зовут. Ладно, не буду вспоминать. И мы этот уровень с вами завершили. Ну да. Уровень шестой у нас. И здесь у нас сцена, когда Дети Леса создали этого Короля Ночи. Как я помню, если я не ошибаюсь, они его создали для того, чтобы Король Ночи защищал Детей Леса от людей. Людей. По-моему, так. Если я не ошибаюсь. Хорошо. Что здесь от нас требуется? Ну, давайте нажмем на этого бедолагу. Может, как-то его можно спасти. Или что он тут? Может, как-то ногой вдарит по руке этой девушки Леса и выбьет этот осколок. Да нет, никак ничто не реагирует. Так, если позажимать как-нибудь. Нет, ничего не происходит. Ну, давайте тогда нажмем на эту девушку. Так. И давайте еще раз нажмем. И вот мы превращаем этого связанного человека в Короля Ночи. Так. Понятно. Если мы такие действия делаем, то тут у нас провал. Ммм. А если здесь? Ну, давайте попробуем все понажимать как-нибудь там. Ну, я не вижу, чтобы что-то происходило. Так, может, как-нибудь сюда может зажать. Нет, если я зажимаю на этой девахе, она начинает подходить. Угу. Зажать, и они реагируют. Может, как-то так? Да нет. И она все равно его превращает в Короля Ночи. Ммм. Да. Очередная сложная для меня задача. Как тут можно все это решить? Ммм. Может, как-то камень, чтобы на нее упал? Да нет. Может, с дерева что-нибудь скинуть? Там вот у нас есть дупло. Может, какая-нибудь белка оттуда вылезет сейчас? Как их зовут? Спасатели бурундуки ЧПДЛ там? Да нет. Ничего такого не происходит. Ммм. Так. Так-так-так-так. Распутать мы его не можем. Если я нажимаю сюда, она начинает к нему подходить. Если я начинаю зажимать, он все равно превращается. Может, как-то сверху что-нибудь скинуть? Какую-нибудь ветку на нее? Да нет. И подсказку не хочется использовать, но как-то должно быть простое решение. Даже не представляю, что можно тут сделать. У меня ничего не выходит. Но если я нажимаю, да, все, и вот он превращается у нас опять в этого короля ночи. Хм. Да, я тут сломал голову. Что делать-то? Вообще не могу придумать. Но она мне подходит и постоянно его превращает. Может быть, если бы я в предыдущие играл эти квесты, я бы знал, какие тут еще можно манипуляции делать. Использовать подсказку. Ну, давайте попробуем использовать подсказку. А, вон как. Тут, оказывается, не надо зажимать, а надо просто кликать. Ну, кто же знал-то? Показал язык так. Это в шоке. А дальше что? Все, завершился, нет? Нет, уровень еще не завершился. Давайте нажмем на осколки. А, тут приходит уборщица. А это кто это? Похоже на Арию Старк, по-моему, да? Нет? Я не ошибаюсь? Ну, да, это она. Ну, все, она убирает осколки. Так, отлично. Во, следующая у нас тут встреча, это Джон Сноу бьется против Короля Ночи. Хорошо, давайте на Короля Ночи нажмем. Так, ну, он тут весь боится. Так, ну, давайте на Джон Сноу нажмем. Ага, и он так просто берет и разрубает Короля Ночи. Так, если, если, если сделать так, такой момент, в момент, когда Джон Сноу пытается ударить мечом, нажать на Короля Ночи. Ну-ка, попробуем. Нет, никак, ничего. Сверху ничего мы на Джон Сноу сбросить не можем. Давайте-ка зажмем на Короля Ночи. Нет, а если потыкать? Никак, да? А если Джон Сноу? Нет, тоже ничего не происходит. Ух ты! Ха-ха-ха! Это нормально так. Мы призвали белого ходока, пожарника, и он потушил меч Джону Сноу, и все, да? На этом бой наш завершился. Да, и они просто троллят этого нашего героя. Хорошо, ладно, идем к следующему уровню. Не ожидал, что я так смогу решить эту задачу, но окей. Так, у нас тут Дайнерис со своим драконом и два воина. А это случайно не отец с братом Сэма? А, по-моему, Дайнерис с ними как-то там разобралась, потому что они не хотели преклонять колено. Что-то такое было. Так, ну куда тут нажимать-то? Ну, у них такой смех. так, от нервов мне кажется. Дракон, если бы передо мной дракон стоял, я тоже бы, наверное, хохотал бы так нервно очень даже. Так, ну что делать-то надо? Ну давайте на дракон нажмем. Так. Дракон начинает надуваться. Чем-то он мне напоминает мультик, это, Винни-Пух, когда он пошел мёд у пчел воровать, и там тоже пятачок, когда надувал шарик, он тоже так сам надувался вместо шарика. Так, ну что дальше-то? Давайте на дракона еще раз нажмем. Ага, вот оно как, все. И дракон тут сжигает этих двоих бедолаг. Ясно, но это уровень не пройден. Остались только глаза и пепел у них. Так, окей. Ладно, думаем, думаем, думаем. Что еще? Можно Дайнерис нажать. Это было красиво. Дракон ошибся местом, откуда выпускать огонь, и случайно уничтожил Дайнерис. Да, это было красиво. Да, отлично. Так, ладно, идем к следующему уровню. У нас уровень девятый, здесь у нас лорд Варис. И у него на плечах сидят две птицы. Одна синяя, другая коричневая. Тык, 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 тык. И что от нас тут требуется? Давайте разбираемся. Окей, так. Так, и он от этих пений сходит с ума. но это ошибка. Ясно. Ммм, может какую-то комбинацию у птиц надо подобрать? Да нет, а давайте позажимаем на птицах. Нет, ничего не происходит. Так, если тут попроводить. Так, ну и он опять у нас тут с ума сходит. я думаю не каждый бы выдержал такое пение птиц и любой бы сошел с ума. Так, хорошо. А это что у нас за штука такая желтая? В правом нижнем углу ничего интересного. Может как-то на на нем поднажимать? Да нет, ничего не происходит. Наверное, может как-то птица надо согнать, чтобы они его не выводили из себя. Может чем-то бросить? Да нет, навряд ли. Ребят, ну просидел я с этим уровнем, провозился, не нашел никакого решения. Думал, может как-то там какую-то комбинацию, но постоянно он сходит с ума и все, и ничего я не могу сделать. Давайте я воспользуюсь подсказкой и что от нас тут требуется. Вон оно как все, да? Вон оно. И тут надо просто здесь провести двумя пальцами по воробью. Ясно, ясно. Ну кто же знал-то? Это этот, как его там забыл-то зовут-то? Воробьейшество, что-то такое, да? Это же он, да, который придумал... Как он там зовут-то, я забыл. Поклонялись они не помню кому, ну ладно. Это он, да. Так, и что от нас требуется теперь здесь? Давайте нажмем на него. А, вон как вот как все. Ясно. Да, но это было сложное решение этой задачи, я бы навряд ли бы, ну может быть через какой-то период времени догадался, но это бы прошло бы очень много времени. Так, это воробьейшество у нас, и кто же это, я не помню. По-моему, это сын у нас Серсея. Так, здесь у нас семь статуй, и одна из статуй с левой стороны это статуя Ленина. Прикольно. Так, окей, так, ну что нам надо из, что от нас требуется вообще? Давайте нажимем сюда, ага, и он ставит печальное. Так, если нажимаем на него, он начинает хохотать. Ясно. Так, сверху мы ничего сбросили, хохотить сюда не можем. Я, так, понятно. Если несколько раз нажимать сюда, никак, а если сюда, то тоже никак. Давайте попробуем сюда. Ага, нет, я думал, тут будет много печати, он ставит, нет, он ставит одну печать, и все, и уровень не пройден. Окей, ладно, давайте пройдемся по статуям, потому что статуя Ленина у нас отличается от других статуй. Она такая четко нарисованная. Давайте-ка посмотрим. А, ну да, смотрите. Ленин спускается дальше, что от нас требуется. Ну? А, вон как все. Ну да, прикольно. И вот так вот мы проходим этот уровень. Классно. Так, идем на следующий уровень. Так, здесь у нас наш толстячок Сэм. И как его зовут-то? Я забыл этого героя. Ему очень нравится Дейенерис. Рыцарь, рыцарь, не могу вспомнить. Ну да, у него была такая болезнь каменная, и ему Сэм помогал с решением этой проблемы. Ну давайте посмотрим, что мы тут можем сделать. давайте нажмем на Сэма. Ну, Сэм никак не реагирует. Окей, так, давайте тогда нажмем на нашего этого рыцаря. Ой, как больно это. Сэм отрывает кусок камня. Ну, этой каменной кожи. Что дальше? Может, как-то надо в окно выбросить? Ну, нет. Если сверху что-нибудь что-нибудь так же нет. Здесь тоже ничего не происходит. На сам если нажать. Так, уровень не пройден. Значит, я допустил ошибку. воспользовался подсказкой я из интернета по поводу имени этого героя. Это у нас Мармонт. Вот. Вспомнил. Так, а как тут надо нам, что нам от нас требует? Что нам надо сделать? Так, внизу я вижу, я так понимаю, утка, но никак она не реагирует. Хорошо, так. Нажимаем сюда. зажмем здесь никак. Нет, никак. Понял, так, давайте-ка попробуем по тому герою потыкать и по этому. Нет? А, воу, воу, воу. Это было классно. Сэм набил щеки этими камнями, а дальше что? Так, ну давайте на Сэма нажмем. и ну он их проглотил, но уровень не пройден, значит что-то я не так сделал. Ладно, хорошо, сейчас будем разбираться. Так, делаем вот такой вот вариант, дальше скармливаем сами эти камни. Может он должен выплюнуть в окно? нет. Ну, давайте попробуем на щеки нажать ему. Неправильно. так, а если щеки Сэму зажать? Ну, то есть на щеках зажать? А, вон оно как! И Сэм покрывается этими камнями, этой кожей каменной. Так, и дальше что? А, и все, да? Завершил я этот уровень. вон как все. Да, необычное решение этой проблемы. Так, здесь мы видим с вами Сарсея, которая находится у нас в заточении, в темнице. Рядом стоит тут эта приспешница этого воробейшества. Так, и что от нас требуется здесь? Сарсея никак не реагирует. Давайте нажмем на колокольчик. Бежать вперед, быстрее! Не расслабляться! Так, дальше что? Если на Сарсею нажать, никак не реагирует. Давайте еще раз на колокольчик нажмем. А, добежай! Вот это ускоряется она. Давайте попробуем на Сарсею сейчас нажать. Бух! И? Ага, уровень не пройден. Понятно. Значит, все как-то должно быть намного сложнее. хорошо. Так, если зажать никак. Если несколько раз понажимать на этой приспешнице. Ага, колокольчик. Ясно. А если по Сарсею потыкать? Нет, зажимать тоже никак не реагируется. так. Ну, нет. Ничего не происходит. Давайте-ка попробуем. Вот как я по тому воробью проводил двумя пальцами? И здесь так сделаем по Сарсеи. Вот это прикольно. Вот это нормально было. Это что за Арнольд Шварценеггер? И что делать надо-то? Куда нажимать-то? Ага, понятно. Так, может, тогда по Сарсеи надо было нажать? Окей, так, давайте-ка сейчас сразу же сделаем это действие. Нет. Ага, все. Сарсея тут у нас стоит в шоке. Может, на нее нажать как-то? Может, она пойдет с ним обниматься? Да нет. Хм, не могу придумать. А давайте-ка на голову нажмем. А, вон, это, оказывается, Шварценеггера. Прикольно. I'll be back. I'll be back. И укатил куда-то там с Сарсея. Да, это клево было. Так, и у нас следующий уровень, но мы его сможем открыть только после рекламы. Давайте так и сделаем. Разблокировал я уровень, и мы с вами попадаем... Как я помню, это храм у нас безликого. Здесь у нас это ученица его, и... наша Ария Старк. Что от нас требуется? Ну, давайте нажмем на них сначала. Так, они между собой дерутся, и нас побеждают. То есть, надо попытаться сделать так, чтобы нас не победили. Ну, давайте попробуем. Так, когда они начинают драться, это подпрыгивает, попробуем на Арию Старк нажать. Ну, давайте попробуем. Нет, ничего не выходит, и нам дают постоянно по голове. Может, по лицам понажимать? Да, нет. Может, как-нибудь этими двумя пальцами по экрану попроводить ничего не происходит. А, вон как. Я зажал на Арию Старк, и она превращается у нас в этого пса. Так, ну, давайте тогда на этой приспешности нажмем. А, и тут его брат появляется, скала. Давайте теперь бой между ними проведем. Братские объятия, но тут уровень не пройден. Так, понятно, когда они, братья, появляются, все равно там провал. Повторяем действия. Так, так, ага, вон как. Если по этим вновь новым появившимся героям тоже так позажимать, то они превращаются, этот превращается в пса, этот превращается в скалу. Прикольно, так, так. Пес лает на скалу. Так, а еще ничего не выходит, да, и у нас уровень не пройден. так, так, Это мы нажимали сейчас с вами на пса, а если на скалу нажимать? Вон как, все. Так, ну а если еще разочек? Ага, все, да? А, уровень пройден, необычное какое-то прохождение этого уровня. Следующий уровень у нас 14-й, и здесь мы видим этого карлика, как его там, царь и убийца, Тирион Ланестер, и у него в руках арбалет с присоской. Так, что от нас требуется? Нам надо сейчас с вами, я так понимаю, стрельнуть в отца, который сидит в туалете, такой туалет прикольный. Окей, хорошо, ладно, давайте что-нибудь сделаем, ага, вот, ну это очень простое решение, должно быть все сложнее. Так, ну это сидит тушится, если на нем нажать, никак, если пальцами подвигать, нет. Появляется терминатор, со словами я вернулся, принес в руке туалетную бумагу, а что дальше-то? Да, тут это, можно второй раз сходить в туалет, когда так сидишь, и тут приходит терминатор такой, I'm back, и ты такой, да, я еще разочек схожу, но у него как раз там и туалетный, рулон туалетной бумаги с собой. Так, ладно, а что надо делать? Ну давайте на короля нажмем этого, или... ой-ой-ой, что-то там страшное произошло такое. Да, сходил он в туалет с золотом, прикольно, да. Я думал, там придется пользоваться туалетной бумагой, но нет. Уровень 15, а сколько вообще в этой игре уровней? Давайте глянем. так. А, осталось совсем чуть-чуть. Вон как, и еще там секретный уровень может быть доступен, если мы посмотрим рекламу. Ясно, ясно, ясно. Так, это у нас трехглазый ворон. Угу, и что с тобой трехглазый ворон надо делать? Сейчас будем разбираться. А я не помню, как его там звали-то этого героя. Бран, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Вроде бы это он. А может быть, я допускаю ошибку. Окей, ладно. Превращается он ворона. И дальше что? И обратно, да? Ясно. Тик-ти-ти-тик. Если на огонь нажать, огонь никак не реагирует. Здесь ничего не реагирует. И опять он... Ага, четырехглазый ворон. Пятиглазый ворон. Не, ну уровень не пройден. Мм, что же делать-то? А если зажать? нет никак. Ничего не происходит. Пятиглазый ворон. не, ну он каркает и все. Хм-хм-хм. Не пойму. Так. Хорошо. И... Нет, уровень пройден. Не пройден, то есть. Так, превращается он в короля ночи. ночи. Но не более того. Неправильно. Ага. И? А, и все получилось, да? Я сам не знаю, как все вышло. Ну, я сделал королем ночи, потом зажал на его лице пальцем и вот появилось. Так, и у нас с вами последний уровень, шестнадцатый. Здесь как его зовут-то? Забыл самого главного это звали, как? Который постоянно говорил, что зима близко. Нед Старк, во, вспомнил. Здесь я вижу это у нас, я так понимаю, казнь будет, да? Его. И что от нас тут требуется? Давайте-ка разбираемся. Нормальная такая казнь. Какой-то, не знаю, что это такое, это палка, палка какая-то пластиковая, либо это, знаете, есть такие шары, из которых можно различные фигурки делать. Не, ну это было бы все просто, давайте сейчас поразбираемся. так, а если так? Нет. Попробуем вот так поступить, да нет, тоже никак. Ничего не происходит. по голове бьет и все, да? Может кому-нибудь сверху призвать? Нет, никого нельзя призвать. Нет, ну он бьет по голове ему и все. Должно быть какое-то простое решение, не такое уж сложное. Всего-то несколько действий. А, вот оно как, да, все правильно тут, просто надо было по Неду потыкать и вот он превращается в железного человека. Прикольно так взял, улетел. Да, представляете, вот в сериале такое было бы, вот это был бы сериал такой необычный. Так, а дальше-то что? И? И он улетает. Да, и мы игру прошли с вами и у нас есть возможность открыть секретный уровень. Давайте так и сделаем. Так, и у нас 17 уровень секретный. Здесь мы видим непосредственно самого создателя Мартина. Так. Весь недоволен. Сидит на этом, на троне. И ничего придумать не получается у него, да? Так. Все, провал. Так, ладно. Ну, давайте сейчас быстренько решим эту задачу. Так, ну, я провел справа налево и тут пришел терминатор с экраном Game of Trolls сезон восьмой. Ну да, я так понимаю, что эта игра была приурочена к выходу восьмого сезона. Дальше что? Класс, 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 класс. Так, и все, да? терминатор у нас выседает на троне. И все, да, мы прошли всю игру. Ребят, ну, честно скажу, мне понравилось необычно как-то какие-то такие задачки такие необычные, которые надо решить. Прикольно, я надеюсь, в других играх тоже так будет весело. Поначалу, конечно, я не понимал что делать в некоторых моментах, но потом когда я разобрался со всеми моментами в этой игре, как тут где-то натыкать, где-то зажимать, где-то двумя пальцами проводить, то, конечно, стало все намного проще. Ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и игра Тролл Фейс Квест Game of Trolls. Всем пока! Тролл